Всем привет, дорогие друзья, и с наступающим вас Новым Годом! Я все-таки надеюсь, что я выпущу это видео в 2022 уходящем году, потому что именно про итоги этого года, в частности, про музыкальные, в частности, про стриминговые итоги, у меня это разные вещи, мы поговорим в этом видео. Значит, что такое стриминговые итоги для меня? Есть итоги, которые вы создаете себе там каждый год, если вообще создаете, когда вы слушаете песни какие-то, смотрите на всю музыку, которую вы добавили, у вас появляется представление о том, что для вас в этом году было максимально значимым, лучшим, хитовым, то есть вы составляете самый-самый золотой список альбомов, композиций, да? И не факт, что вы их там много слушали в этом году, вы могли слушать за год кучу другое, кучу-кучу просто другой музыки, но есть песни, которые вы слушали нечасто, но они настолько хороши, что вы хотите их выделить отдельно в специальных итогах года. Стриминговые же итоги, это как раз-таки, что я чаще всего слушал, и что вы чаще всего слушали в этом году, и тут как бы, ну, все вскроется, да? Все ваши, все наши, скажем так, с вами guilty pleasures, все вот это вот всплывет на поверхность, и мы с вами можем, наконец-таки, узнать, что мы слушали чаще всего, нравится ли нам это, согласны ли мы с этим, и вообще, как это характеризует нас, как людей, которые в этом году слушали музыку, какую музыку мы больше всего слушали в этом году, веселую или грустную, или было ли вообще что послушать? Итак, да, именно поэтому я называю эти итоги стриминговыми, потому что это чистое прослушивание, то есть здесь нету какой-то моей оценки, что на первом месте то самое лучшее и любимое у меня в этом году, это никогда практически не было так. И в этом видеоролике я соединю Last.fm и Spotify, потому что у Spotify итоги были 1 декабря, потом много чего произошло, да? Это и альбом Сизы, это и рождественский наплыв песен, и, конечно же, Bloody Mary от Lady Gaga. Я заранее забегаю вперед, мне кажется, эта песня займет какое-то очень высокое место в стриминге у меня. Именно поэтому Last.fm здесь очень неотъемлемая такая часть видеоролика и анализа итогов, да, стриминговых года, потому что именно по Last.fm я буду судить, что я же все-таки слушал в этом году больше всего, потому что Spotify взял какой-то промежуток, обрезал целый месяц, а там, извините, Сиза у меня просто бомбила стриминг мой. В прошлом году у меня был отдельный ролик про Last.fm и про Spotify, причем про Last.fm был такой немного энциклопедический ролик, поэтому он у меня набрал тысячу просмотров, чему я очень удивлен, если честно. И начнем мы, конечно же, со Spotify. У Spotify есть прекрасная, потрясающая фишка, которая называется Spotify Rap. Итоги в виде сториз-подборки. Ролик, разъединенный на блоке, небольшие по несколько секунд, и там можно увидеть свои различные результаты, есть небольшие интерактивности, можно посмотреть какие-то, помимо прочей статистики, да, сухой. Они еще предлагают, допустим, выявить вашу музыкальную ауру, как было в прошлом году, или же какие песни и какое настроение вы испытывали на протяжении всего года. Так, и я открываю Spotify Rap свой, я его записывал еще месяц назад на телефон, да, то есть я открыл и сразу смотрел. Итак, значит, в этом году Spotify Rap начался с подборки жанров, то есть топ-5 жанров. У меня это поп, рэп, русский поп, EDM и escape room. То есть получается вот такой, знаете, от первого к пятому месту по популярности. Единственный жанр, к которому у меня возникают здесь вопросы, это escape room, потому что я не знаю сильно, что это такое, типа клубняк какой-то, да. Для сравнения, в прошлом году у меня топ жанров выглядел следующим образом. Dance pop на первом месте, потом русский поп, гипер-поп, электро-поп, арт-поп. Следующая приколюха связана с тем, какое у вас настроение превалировало на основании музыки, которую вы слушали за весь год. То есть это, там вот получается, вот с чего начиналось твое утро, там как продолжался твой день и чем заканчивался твой вечер. Значит, с чего начиналось мое утро в этом году преимущество? Это бунтарство, эйфория и тревога. Это настолько гениальная смесь. Тут как бы, ну, слова излишни, вы сами понимаете, что год был очень непростой. Вот как продолжался твой день, значит, это уверенность, уверенность и энергичность. Ну а заканчивалось все это дело, конечно же, чем вы могли подумать? Романтикой. Безнадежная романтика, сердечная боль и успокоение. Настолько какие-то смешанные, абсолютно взаимоисключающие настроения, что меня это, ну, просто вынесло ногами вперед. Я не знаю, я очень поржался этого. Мне понравилось, потому что это меня действительно улыбнуло. Итак, сколько я провел минут, собственно, да? Сколько всего я послушал в 2022 году? 128 тысяч 877 минут. Это на 99% больше, чем у других слушателей. Так, а в прошлом году циферка была побольше. Это 132 тысяч 44 прослушивания. С кое-каким треком у тебя была любовь с первой ноты. И этот трек... Back is so hot от Fletcher. Значит, он играл у меня много раз, а именно 155, чаще всего 7 сентября, когда я, собственно, для себя его практически и открыл. Значит, Fletcher одно из главных открытий этого года для меня. Песня года, конечно, нет. Потому что, ну, во-первых, по значимости нет, но по стримингу вот такое. Хотя я почему-то этого даже и не ожидал. Я не думал, что 155 это такая маленькая цифра будет в этом году. В прошлом году, чтобы вы знали, у меня был самый популярный трек. Это The Why You Don't Look At Me от Дэми Лавата. И там было 300 прослушиваний. 300 прослушиваний. Я не представляю. Я помню, что он на репите стоял чуть ли не, блин, неделю. И весь топ-5 треков по стримингу у меня в этом году такой. Значит, Back is so hot от Fletcher. На первом месте. Больше всего слушал. Следом за ней идет About Them Time Лизо в моем сердечке. Дальше идет Break My Soul от Бейонсе на третьем месте. Плюс-минус в моем сердечке, но пускай будет. Hour of Time The Weekend. Четвертое место по популярности в моем плейлисте. И это просто максимальное в моем сердечке, как и Лизо. И Bejeweled от Taylor Swift запрыгнула, скажем так, в уходящий стремительно поезд на пятом месте. Спешу заверить вас, что когда мы будем смотреть Last.fm, места, конечно же, поменяются. В прошлом же году у меня топ был такой, значит. Дэми Лават, The Way You Don't Look At Me, конечно же. Sun Goes Down от Lil Nas X, Stone At The Nail Salon, Lord. И The Kid LaRoy, Without You, Without You, Remix With Miley Cyrus. В общем, это было, конечно, What a Mess, как говорится. Потому что две одинаковых песни, фактически. Твой любимый исполнитель в этом году – это Lady Gaga. Вот она, пожалуйста. И в этом году я провел с ней 8382 минуты. Я даже боюсь считать, сколько это в часах, в днях. И в этом году мне удалось войти в 0,01. 0,01% самых преданных слушателей исполнителя Lady Gaga. That's true. И когда мы будем смотреть Last.fm, вы просто удивитесь, насколько она превалирует в этом году по сравнению с тем, как она вот, я помню, в прошлом году у меня была исполнителем года Taylor Swift. То есть по стримингу Taylor ее обогнала, Гагу. Она была на втором месте. Но там разрыв был, знаете, 100-200 прослушиваний. В этом году Taylor, наверное, даже в пятерку не попадет у меня. Вот настолько кардинально в этом году поменялись просто Turning Tables. Ну а весь топ у нас такой. Значит, Lady Gaga, потом Beyonce, Taylor Swift, Kim Petras и Demi Lovato. У каждой из этих девушек была основательная причина здесь оказаться. В прошлом году, значит, у меня топ был такой по артистам. Значит, Taylor Swift, Lady Gaga, Kid LaRoy, Ariana Grande, Charlie XCX. Также Spotify предлагает ознакомиться со своей музыкальной личностью. И в моем случае это любитель нового. Ты держишь руку на пульсе музыкальной индустрии и постоянно ищешь горячие новинки. Если трек в тренде, ты захочешь его оценить. Я думаю, что это полностью про меня. Вот, собственно, вот такие вот итоги от Spotify Wrapped. Мне предоставил сервис Spotify. Мой самый любимый и единственный и неповторимый музыкальный стриминговый сервис. Даже несмотря на то, что он ушел из России уже как 8-9 месяцев, он продолжает быть моим любимым и самым удобным для меня. Доволен ли я этими итогами? Скорее да, чем нет, потому что, опять же, просто этот кусок, который был вырван из общих итогов, из общей картины, значительный в этом году. То есть Сиза, Гага, бог знает кто еще. В прошлом году особо, по-моему, не было ничего такого крупного. Там Адель в конце месяца дропнулась, ну и ладно. То есть она все равно как-то там что-то набрала. И в итоге у меня она нигде не отразилась, потому что этого мало. Слушать Адель много, я, ну, у меня не получается. А в этом году Сиза, там прослушивание до хера. Я просто смотрю периодически, сколько она у меня набирает, и я понимаю, что это альбом года. И мы плавненько переходим к Last.fm, моему самому ожидаемому и горячо любимому чарту и платформе в целом. Потому что Spotify, как ни крути, все-таки он в этом году оказался крайне не объективен именно из-за того, что вырезал самый практически основной месяц прослушивания. Но это было очень важно. Итак, начнем с популярных альбомов. Значит, какие самые прослушиваемые у меня альбомы были в этом году? И я выберу 2022 год здесь, очень легко это сделать. Я не буду транслировать экран, я просто сразу вам скриншотик сюда готовый вставлю и буду его комментировать. На первом месте по стримингу у меня Сиза Сос. Причем самое интересное, она это сделала буквально за сколько? За месяц, да? Вот вышел альбом 9 декабря, и через три недели она набрала у меня 1326 прослушиваний. Это дохуйня. Я об этом даже хвастался в Телеграме, потому что, ну, я действительно, я не ожидал, что настолько мне альбом зайдет, и настолько я его массивно буду слушать. На втором месте Краш в Deluxe версии. Это важно, потому что Deluxe версия подарила мне два очень крупных трека, которые я очень долго слушал из этого альбома. И сам по себе альбом тоже очень хороший, я его много слушал. В итоге альбом не смог конкурировать с Сизой и сдался ему примерно через две недели после выхода Сос, да? И набрал 1155 прослушиваний за весь год. На третьем месте у меня находится Lady Gaga Born This Way. И, я думаю, это видео вышло уже после того, как я распаковал винил, в котором исчерпывающе рассказал в этом видео, почему Born This Way для меня максимально важный альбом. Вот, да, его обложка, скажем так. Можно так демо-версию увидеть, потому что сам винил лежит у меня здесь, я его выставлю потом туда чуть позже. И в этом году для меня произошло сразу несколько ревайвалов Born This Way в моем плейлисте, и самый крупный происходит до сих пор. То есть благодаря Bloody Mary, благодаря Judas, Heavy Metal Lover и другим композициям. Вот сейчас у него цифра 827 на данный момент, у этого альбома прослушиваний за год. И они продолжают накапливаться по одному, по два, по три в день, даже по пять. Но, как бы вы сами понимаете, это стабильный рост. И я очень рад, что этот альбом наконец-то вошел в мою повседневную жизнь и сопровождает меня. И я не знаю, это просто невероятно. На четвертом месте. Тут будет, конечно, несправедливо, поэтому мы, как бы, это место озвучим, но мы его удалим отсюда, потому что здесь сборник нереализнутых песен, гаги, анрелиз. Да, я умею скроблить композиции, которых нету на стриминговых сервисах. Это очень легко. Я об этом рассказал в прошлый раз. Могу рассказать в отдельном видео, если хотите, или в Телеграме. Задавайте мне вопросы где угодно. Абсолютно расскажу, как это сделать. Я в этом году очень активно и очень сильно и глубоко погрузился в гагу, перешерстил все ремиксы, все неизданки, переслушал все альбомы. И, как результат, у меня альбом из неизданок собрал 770 прослушиваний. И вместо него на четвертое место у нас заступает Ренессанс от Бьонсе. 768 прослушиваний. Прекрасный альбом. Абсолютно прекрасный альбом. Даже если с самого начала мне показалось, что это что-то из разряда хорошего эксперимента, но не долговечного, мне начинает казаться, что Ренессанс это гораздо больше, более такой долгостроенный релиз, чем до этого Бьонсе выпускало что-то вообще. Ну и на пятом месте у нас Midnight's 3AM Edition. Несмотря на то, что все-таки Тейлор Свифт у меня прям титан в стриминге, и я очень часто, очень много ее слушал, в этом году произошла, короче, перестановка такая, знаете, у меня ролей, и Тейлор Свифт начала немного задавать позиции, а если так честно сказать, то очень даже не немного. И Midnight's для меня является хоть и интересным альбомом, но я быстро от него успел заскучать, отдохнуть, то есть я его не включаю практически, и я не знаю, что с этим делать, я решил просто оставить все как есть. Тем не менее, свое прослушивание он заработал за две недели после выхода, то есть я его активно слушал, а потом как будто бы спичка погасла. Может быть дальше будет что-то там получше, посмотрим. Тем не менее, вот пока что Midnight's закрывает топ-5 самых популярных альбомов моих, самых прослушиваемых в этом году. Ну такие еще honorable mentions, так скажем, да, это Holy Fuck, который идет на шестой строчке дальше, у него 669 прослушиваний, Minecraft Volume Alpha от C418, не судите, 643 прослушивания, идеальный Ambient альбом. Girl of My Dream, Fletcher, Down FM, Alternative World, The Weeknd и Lizzo Special. Вот так выглядит мой топ-10, если вам интересно. Если вам интересно еще больше, то вы можете просто зайти на мой ласт и покопаться в настройках абсолютно, что хотите выставить, за какой период, какой хотите и все увидеть. Ну а мы идем к песням. Так, пока я не нажал на 2022 год, я хочу сказать, что я знаю, что Bloody Mary у меня будет на высоком месте в топ-5, возможно в топ-3, но я до сих пор, вот честно, я все вот эти вот рейтинги старался не смотреть. Альбом, ну я там, по-моему, его две недели назад посмотрел еще, где там Сиза, да, а вот песенный чарт я прям не трогал. И вот сейчас я нажму, и мне прям интересно, на первом месте Bloody Mary или нет. Сегодня я ее слушал три раза, кстати. Итак. Да. Офигеть. Я не знаю, почему у меня такая реакция. Значит так, Bloody Mary на первом месте у меня. Итак, давайте сначала сразу скажем. Я в этом году слушал 7182 трека. Не знаю, сколько я слушал в прошлом году, это в принципе можно выяснить, но мне неинтересно. Мне интересно следующее. Bloody Mary в этом году заработала у меня 161 прослушивание и встала на первое место. Но тут без лишних слов, да, дальше идет Becky So Hot, тут тоже без лишних слов. На третьем месте у нас Сиза, Blind. Это великолепнейшая композиция, которая мне понравилась еще с тизера, когда мы с вами месяц назад или два месяца назад снимали реакцию на Shirt. Я уже не мог просто терпеть, и когда эта песня вышла, я ее заслушивал дня три. Пожалуйста, 148 прослушиваний. Третье место. Четвертое место, Лизо, About Damn Time. Один из моих персональных самых любимых треков в этом году. Что бы ни случилось, я включаю About Damn Time и никогда не переключаю его, потому что это настолько яркая композиция, что ну просто, не знаю, хочется танцевать и радоваться жизни. Об этом скажу еще в итогах песенных непосредственно, да? И пятое место. Сиза, Nobody Gets Me. Вот вам, пожалуйста. Отличие от Spotify Rapped колоссальное. Три трека у нас просто уехали вниз, потому что пришла Сиза и Леди Гага. Опять же, про Nobody Gets Me мы поговорим уже в другом видео. Ну и давайте расширим немного топ еще пятью местами. Значит, Bejeweled у меня на шестом месте. И как вы помните, Bejeweled у меня было на пятом месте. То есть выше нее был и The Weeknd и Break My Soul. И здесь они как бы ниже. Что же изменилось? Я не знаю. То есть как считает Spotify непонятно. Здесь прослушивания все реальные. Скорее всего, не учитывает репитность. То есть когда ты ставишь на репит и слушаешь, слушаешь весь день, да? То есть возможно это Spotify не учитывает. А для меня это важно, потому что это все мои прослушивания. И они должны быть отражены один за одним. Это и есть статистика. Правильная статистика с точки зрения стриминг-алгоритмов мне неинтересна. Именно поэтому Last.fm для меня является абсолютно идеальным решением. Всем рекомендую заводить Last.fm. Следом, седьмое место. Charlie XCX. Sorry if I hurt you. Просто в моем сердечке. Дальше. Hour of Time. The Weeknd. Мы уже про это разговаривали. Он там был, по-моему, у меня на третьем месте. Нет, на четвертом месте он был. Unholy. Ким Петрас и Сэм Смит. Вот еще пожалуйста, да? То есть Unholy у меня в декабре поднялся значительно сильно. И What You Think About Me, Charlie XCX на десятом месте у меня по прослушиванию. Break My Soul на одиннадцатом. Итого, Charlie XCX, Сиза, у меня просто бомбили чарт. Они просто действительно выпустили музыку, которую я слушал на репите чаще всего именно поэтому эти песни здесь. Ну и мы переходим к такой вишенке на торте, скажем так. Это исполнители. Нажимаю на 2022 год и вижу. Ух, вижу, что я вижу значит. Первое место Леди Гага. Второе Сиза. Третье Тейлор Свифт. Четвертое Бьонсе. Пятое Ким Петрас. Кто у нас из топа улетел? Давайте смотреть. Значит, в Spotify Wrapped у меня кто был? Леди Гага, Бьонсе, Тейлор Свифт, Ким Петрас, Дэми Лавата. Значит, улетела у меня Дэми Лавата получается, да? И на ее место встала Сиза. Ну вернее, не на ее место, она встала на второе место, потому что Сиза в этом году просто за счет вот альбома и за счет Делюкса Контрола просто максимально вверх выстрелила. Заскробленных исполнителей всего у меня в этом году 1315. То есть 1315 артистов так или иначе были в моем плейлисте. Ну и, конечно же, самое лакомое. Значит, Леди Гага. Я в этом году слушал ее 4498 прослушаний, почти 4500. Что я могу сказать? Это больше половины, чем я слушал ее за прошлые два года. Ну, конечно же, пока у меня есть Last.fm, потому что, когда я слушал хроматику, то он не попал. Вот это все, да, вот этот ажиотаж, он не попал как раз-таки на эру стриминга мою, на эру Last.fm, поэтому здесь это все не отражено. Тут, кажется, большие цифры могли бы быть в 2020 году, но, тем не менее, это колоссально много. Это больше в три раза, чем набрала Сиза второе место. Значит, Сиза почти 2000 у меня наскроблила, 1927. Taylor Swift, 1640. Taylor сдает позиции очень активно, ей не помог даже 10-й студийник. Я не знаю, что будет дальше, тем не менее, ну, пускай, все равно, она, видите, набирает хорошо, но, как бы, звание самого прослушиваемого моего артиста она уже потеряла и абсолютно заслужена, потому что Леди Гага здесь всегда у меня будет на первом месте. Даже если она не на первом месте по факту, вот тут она на первом месте всегда. Следом за Тейлор идет Бьонса, у нее там совсем капельку разрыв, да, и Ким Петрас. У нее еще меньше разрыв, чем с Бьонса, и вся эта топ-5 у меня укомплектована в виде женщин-артистов, что, кстати, неудивительно. В десятке тоже нет ни одного мужского исполнителя, потому что дальше у меня идет Чарли Экси Экс на шестом месте, Дэми Лаватой седьмая по стримингу, потом идет Камила Кабео, Майли Сайрус, в совокупности снова Сайрус, потому что как бы в Ласт Фэме почему-то у них профиль один и тот же. Вы нажимаете, и все прослушивания, которые идут и Майли, и Но, они почему-то в одну цифру сливаются. Очень жаль. Ну и на десятом месте Рина Саваяма. Мужские исполнители, странная формулировка, но вы понимаете, появляются только с тринадцатой, двенадцатой строчки. Это у нас Пост Малон, потом тринадцатая The Weekend, шестнадцатая Олег Бенджамин, восемнадцатая Чарли Пут, девятнадцатая Си-418. Я, если честно, результатами очень доволен. Во-первых, у меня очень сильно поднимается настроение, когда я вижу здесь Гагу и рад, что я по какому-то веянию, по какому-то наитию из этого мема, да? Наития, наития. Пришел в этом году к тому, что мне нужно всецело погрузиться в Гагу. И, конечно же, это произошло на фоне различных событий, очень неприятных, очень черных событий. Ну, я не буду это озвучивать, но в тот момент я был в настолько сильной панике, что я даже не мог слушать музыку. Я понял, что меня успокаивает только Гага. Я начал слушать поголовно все, что у нее есть в официальном доступе. И вот тогда и началось мое изучение всех ремиксов, потом всех неизданок, потому что я понял, что я нахожу успокоение в ее музыке, слышу ее родной для себя уже голос, и я чувствую, как она меня держит просто за руку и не дает мне свалиться в какие-то супертемные чувства. Гага в моем случае протянул мне в очередной, я не знаю, тысячный, миллионный раз руку помощи, и поэтому она такие огромные цифры здесь показала в этом году и продолжает показывать. Я думаю, что этот год навсегда изменил снова навсегда мое отношение к Гаге, потому что она стала, она вошла в мою жизнь еще сильнее и стала уже практически со мной каждодневным спутником, ежедневным. Если раньше я мог не слушать ни разу ее песен, но просто чувствовать ее присутствие и обращаться к ней, то в этом году я практически постоянно слушал ее музыку и чувствовал ее присутствие еще сильнее. Возможно, это сказалось как раз на том, что я как-то сумел немного восстановить свое восприятие этого гребаного мира после всего, что произошло. Ладно, новому драму, как говорится, результаты есть результаты. Вот такой вот у меня Last.fm-чарт, и я очень жду, очень жду ваши Spotify-рэпты, которыми вы успели, кстати, поделиться со мной в Телеграме, ну и Last.fm-чарты обязательно. Еженедельный Last.fm-чарт я веду у себя в Телеграме, в Телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь и скидывайте свои Last.fm-чарты тоже туда, Spotify-чарты, абсолютно все, потому что это все очень интересно. Я говорю про статистику, а статистика, особенно в чужой статистике, очень любопытно копаться. Я фанат статистики, поэтому я не могу иначе. Ну, а на этом видос подошел к концу, в общем-то. Last.fm и Spotify. Я хочу сказать, что объективнее всего здесь, конечно же, Last.fm, потому что я пристально слежу за тем, что он у меня там скроблит, да, чтобы не было дабл-скроблинга, чтобы не было всякой херни, чтобы я в один момент не очнулся на середине дня и не увидел, что все, что я слушал с 9 утра до 3 дня не скроблилось. Да, бывает и такое, поэтому да, если вам интересно, как я работаю с Last.fm и какие советы могу дать, чтобы с ним грамотно работать, чтобы он грамотно скроблил и так далее, в следующем видео, кто знает. Ну, а это были мои стриминг-итоги и я хочу сказать, что я ими доволен, потому что в этом году все-таки есть, что было послушать, несмотря на то, что он не был таким ярким, но, как вы видите, в самые темные времена подсвечиваются самые важные исполнители. Я говорю про Гагу, конечно же, в своем случае я говорю про Леди Гагу. И я жду опять же ваши итоги в комментариях, в комментариях в Телеграме, в виде, допустим, каких-то скриншотов, будет все очень интересно посмотреть, ну, а мы увидимся с вами в следующем году, в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok